Дети и ковид. В самом начале эпидемии, полтора года назад, эта тема была не самой острой. Дети почти не болели новой инфекцией. В связи с этим о детях говорили только как о возможных переносчиках инфекции. Они не болели, а если болели, то легко или даже бессимптомно. В начале так и было действительно. Дети болели либо легко, либо они были бессимптомными носителями коронавируса. Сейчас дети стали болеть тяжелее. Есть случаи госпитализации с пневмонией коронавирусной. И даже на территории России есть случаи летальных исходов от коронавирусной инфекции у детей. Медицинская статистика действительно подтверждает, что дети тоже стали уязвимы для новой инфекции. Точного ответа, почему ситуация так тревожно изменилась, у специалистов пока нет. Одной из причин называют постоянную мутацию нового вируса. И исполняющий обязанности главного врача Шадринской детской больницы Надежда Шарова соглашается с мнением коллег. Скорее всего, связан с мутацией вируса, то есть он стал более агрессивным и он стал действовать на более молодых людей, потому что раньше мы с вами видели, что болели в основном пожилые люди. Сейчас болеют все возрастают, даже дети. На сегодняшний день в Шадринске новой инфекцией болеет более 50 детей. Большинство из них лечатся на дому. Тяжелых детей отправляют в Курган, в инфекционный госпиталь и в особых случаях в больницу Красного Креста. Помимо обычных мер санитарной безопасности, введенных с начала пандемии, термометрии на входе, дезинфекции рук, ношения масок и ограничения количества сопровождающих детей и лиц до одного родителя, в городской детской поликлинике введены новые правила. Родителям постоянно напоминают, что приводить температурящих детей в больницу не надо, следует вызывать врача на дом. Сейчас это же правило касается и контактных детей. Приходите в детскую поликлинику, если они находились в контакте с больным коронавирусом, не нужно. Мы таких детей лечим только на дому. У нас работает специальная бригада для таких детей. То есть родителям достаточно позвонить на телефон горячей линии или в регистратуру сообщить, что у нас, например, заболел ребенок, он был в очаге или был в контакте с больным коронавирусом, к нему выйдет бригада, возьмет мазочки и осмотрит, назначит лечение. В связи с новыми санитарными правилами и постановлением главного санитарного врача области изменились и правила обследования детей на коронавирус. Если раньше мазок брали только у детей с симптомами заболевания, то сейчас обследуют всех детей, контактировавших с больным. Сейчас мы должны обследовать контактных детей двухкратно. В момент установления факта контакта и на 10-12 день, когда заканчивается режим самоизоляции. При выявлении больного ребенка медицинский работник детского сада или школы составляет список детей, которые были в контакте с заболевшим. Данная информация передается в Роспотребнадзор и на основании выписанного ими предписания дети высаживаются на самоизоляцию на срок 14 дней с даты последнего контакта с больным. Сами родители тоже могут позвонить в детскую поликлинику и сообщить о контакте своего ребенка с коронавирусным больным. В этом случае ребенок также будет обследован на коронавирус. Симптомы заболеваний у детей такие же, как у взрослых, но есть и некоторые отличия. Как правило, это также высокая температура, кашель, насморк, но бывает у детей более чаще, чем у взрослых, это диспептические симптомы, то есть иногда бывает жидкий стул, рвота. И точно так же, как взрослые, тяжелее болеют дети, уже имеющие хронические заболевания. Чаще всего тяжелое течение у детей, стреляющих с сахарным диабетом, ожирением, ну и сопутствующими заболеваниями. Способы профилактики ковида у детей тоже не отличаются от правил для взрослых. Ношение маски, соблюдение дистанции, частое мытье рук, промывание носа и полоскание горла для защиты входящих путей инфекции. Дополнительную защиту от сезонных инфекций, связанных с ними осложнений, дают и прививки от гриппа. Особенно они важны для часто болеющих детей. Дети, которые поставили прививку от гриппа, они болеют, как правило, легче и без осложнений. Все, кто выходит из дома, должны быть привиты. Многим такое утверждение покажется категоричным, но врачи видят в нем единственно надежно работающие правила коллективной защиты или коллективного иммунитета. По факту мы не знаем, где мы встретимся с этим возбудителем, где в общественном месте, в общественном транспорте, в школе, в детском саду, мы не знаем. Поэтому проще всего поставить прививку. На вопрос о возможности детской вакцинации от ковида, исполняющий обязанности главного врача детской поликлиники Надежда Шарова отвечает, как мать двоих детей, как доктор и как руководитель детского лечебного учреждения. Я, как мама, отношусь положительно. То есть, если будут прививки от коронавируса, безусловно, я поставлю своим детям. Как руководитель медицинского учреждения, я отношусь положительно, потому что нам нужно защищать наших детей и нам нужно препятствовать мутации вируса. Чем больше непривитых людей, как мы знаем и говорят это со всех экранов телевизоров, тем больше мутирует вирус. Между тем, многие родители по-прежнему отказываются защищать своих детей, даже давно ставшими привычными прививками. Считай, что бывшие когда-то смертельно опасными болезни давно побеждены. Но как быстро мы забыли, что от полимейлита, оспы и дифтерии дети перестали умирать именно тогда, когда вакцинация стала всеобщей.